Приветствую вас, и если говорить о том, как поступить в данном случае, то полагаю, вы хотите совета. Вы хотите, чтобы мы посоветовали вам, как поступать в вашем случае, в вашей ситуации, чтобы мы как-то за вас приняли решение, как вам строить вашу личную жизнь. Понимаете, можно было бы это сделать, но чем мы тогда отличаемся от, например, обычных людей? Чем мы, например, отличаемся от ваших друзей, если они есть или от ваших родных, к которым вы можете обратиться за советом? Наверное, ничем. Не знаю, к счастью или к сожалению, но, наверное, ничем. Понимаете, вы сами в глубине души знаете, как вам лучше поступать в этой ситуации. И здесь коллега правильно вам сказала, что вы не пояс, и вам нужно действовать так, как вы того хотите. Вам нужно действовать так, как вы чувствуете. Вы никому ничего не должны, вы никому ничего не обязаны. И вам нужно вырабатывать в себе индивидуальную модель поведения по отношению к девочкам. По отношению к девочкам вообще, по отношению к себе, индивидуальную модель мужского поведения. То есть, ориентироваться на то, что вам нравится, что вам не нравится, что вам на пользу, что вам во вред. Что вы морально для себя принимаете, что вы морально для себя отрицаете, ну и так далее. Вот в этом ключе вам и нужно двигаться. Понимаете, неэтично вам советовать, как поступать в данной ситуации. Но вот, как это не парадоксально, вы в своем сообщении указали, что вы замкнут, и что неохотно идете на контакт. И не можете ей сказать, что она вам нравится. На самом деле, здесь я тоже соглашусь со своей коллегой, и скажу, что, наверное, вот так сразу уговорить девушке о том, что она вам нравится, тем более, если вы с ней не общались, не что. То главное, нужно провести время, когда привыкнуть друг к другу, поговорить на отвлеченные темы. А то ведь не ровно сейчас, надо подумать, что вы извращенец. Это, знаете ли, сейчас очень распространенно. Поэтому согласен с коллегой, что рубить с плеча не стоит. Но, с другой стороны, давайте подумаем. Вот, вам нравится девушка. Вам нравится девушка, и вы, в общем-то, хотели бы с ней встречаться, наверное. Хотели бы, как минимум, сказать ей, что она вам нравится. И это прекрасно, это нормально, действительно, в 18 лет не только мы в пора, но уже хочется. Хочется женского внимания, да, хочется женского тепла, общества и так далее. И так далее. Вам что мешает? Мешает вам ваша загнутость и неохотность контактов. И вот это проблема, которую вам нужно решать. То есть вопрос ваш, нам ставить не так нужно, как это сделали вы. Как лучше, как мне поступить правильно, в данном случае. А вопрос, нам нужно ставить по-другому. Нужно ставить, как мне преодолеть мою замысл? Как мне более охотнее идти на контакт? Как мне стать более раскрепощенным, более уверенным в себе? И тогда нужно работать над тем, что вам это сделать мешает. Неуверенность в себе, комплексы, детско-родительские отношения, детские травмы, какие-то ситуации с вами происходили. Ага, там, эмоциональный и аффективный след от происшествий, которые с вами происходили и которые не были выражены должным образом. И так далее. И если вы перестанете быть замкнутым, если вы будете охотнее идти на контакт, то у вас появится возможность для создания большего количества общего с этой девушкой, с любой другой девушкой, с людьми и так далее, чем у вас есть сейчас. И проблема тогда, установить связь с кем угодно, неважно даже с этой девушкой или с кем-то другим, у вас не будет. И вот тогда проблема, чтобы сказать девушке, что она вам нравится, кстати говоря, это правда ни к чему не обязывает, и это, ну, просто выражение ваших эмоций, оживчилось. Эта проблема уйдет. Но для этого вам нужно работать. Понимаете? Для этого вам нужно работать. Потому что, поверьте мне, то, как вам поступить правильно, вот вы говорите, как мне поступить правильно. Так вот, то, как вам нужно поступить, вы, скорее всего, не поступите. Потому что, потому что, вам не позволит это, ваше замкнутость. А, и даже если вы поступите так, как нужно, то не факт, что ваши отношения, ну, пойдут дальше. Понимаете? Поэтому корень всех ваших проблем, это именно то, что вы замкнутость и неохотно идете на контакт. Если все дело в неуверенности в себе, вам нужно определить, в чем вы именно неуверенны, поставить себе задачи, дабы неуверенность в себе начать преодолевать. Если моменты есть, которые вы не в силах изменить, то это нужно принять в себе. Учиться себя любить. Руководствоваться тем, что интересно вам, что нужно вам, тем, каким вы хотите себя видеть. Доверять себе, своим чувствам. А, необходимо также осваивать модель мужского поведения. Что стоит определить для себя, каким вы хотите быть мужчиной. Определить, что вы можете дать женщине, что она от вас получит и что вы хотите от нее получить. То есть, работа, на самом деле, вам предстоит достаточно большая. Если хотите все это исправить, вам нужно выбрать эксперта и начать с ним работать. Понимаете, заднюю часть и нежелание идти на контакт, я вам честно скажу, вот так вот, за один ответ на вопрос, даже если он был бы больше, длиннее в моем случае, не решить. Я могу вам сказать, например, что необходим процент личностного роста. Я могу вам сказать, что необходима деятельность по купированию ваших недостатков. Я могу вам сказать, что самые недостатки требуются выявить и распределить, классифицировать. Смотрите ли вы это сделать сами, без помощи психолога? Смотрите ли вы определить, какие недостатки нужно убирать, а какие нет? Ага, какие недостатки делают вас самим собой, а какие действительно вам только мешают? Опасно это дело, без руководства специалиста такие вещи совершать. Поэтому решать вам, все в ваших руках, если что, эксперты нашего ресурса вам помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!